Телеканал Фонтова, программа интервью. Я Алексей Верпинский, с удовольствием представляю нашу гостью Ирина Одинец, директор по продажам группы строительных компаний Арбан. Здравствуйте, Ирина Леонардовна. Здравствуйте. Я пытаюсь сформулировать о том, каким год уходящий стал для строительной отрасли. Мне на вам приходят слова «неспокойный», «интересный», «сложный». И, очевидно, это обусловлено теми процессами, с которыми мы сталкивались в рамках средств массовой информации, конечно, в течение года. Это и новые строительные проекты интересные, и скандалы на строительном рынке, уход с рынка определенных строительных компаний, ну и изменения законодательств, которые некоторым образом сейчас меняют строительную деятельность. Безусловно, эти процессы оказали влияние на то, что сейчас происходит в отрасли. И вот как бы сформулировали, собственно, ее состояние? Что сейчас определяет ее развитие или какие-то направления? Год, безусловно, интересный. Интересный в том плане, что много-много было и законодательно, и события были как плохие, так и хорошие. Ну, для каких-то компаний они плохие, для каких-то хорошие. В целом могу сказать, что та тенденция, которая сейчас есть на строительном рынке, она очень положительная. Положительная в первую очередь с учетом принятия нового закона с 1 июля этого года, защищающая 100% интересы конечного потребителя. Но для застройщика в этом плане, конечно, стало работать сложнее и поэтому интереснее. Ну, мы сейчас подразумеваем вот так называемые эскроу-счета. Если можно в двух словах, потому что мне кажется, что у людей все-таки нет понимания, что это за схема и как она работает. Да, такое слово. Часто нас спрашивают, что за зверь такой эскроу-счета. Не зверь, это обыкновенный банковский счет, которым пользуется конечный потребитель для того, чтобы отправить свои деньги при покупке квартиры в долевом, не напрямую застройщику, а непосредственно в банк. В этом и состоит 90% защиты и отсутствие рисков для потребителя в том, что деньги попадают не на расчетный счет застройщика, а на банковский счет той кредитной организации, которая выделила проект на финансирование конкретному застройщику на возведение того или иного объекта. Прежде всего, как я понимаю ситуацию, это направлено во благо потребителей, тех людей, которые вкладывают деньги в недвижимость и таким образом стараются улучшить свою жизнь. Это какая-то защита. Но является ли при этом эта схема неким барьером для строительных компаний? Все ли могут работать по этой схеме, не избавить этот рынок от игровков? Каким образом теперь будут формироваться полузастройщиков? Да. Я могу говорить только на примере своей строительной компании. Ну и правильно. Конечно, не каждая строительная организация, существующая на рынке, я сейчас не только про Красноярск говорю, а вообще в целом про регионы, может быть, про Россию. Не каждая строительная организация, любая кредитная организация выделит определенное количество денежных средств, а оно определенное в рамках стоимости того проекта, который определен проектной документацией, в которую банковские определенные подразделения теперь тоже вникают. Нельзя написать 6 миллиардов стоимость строительства дома, который реально стоит миллиард рублей, потому что существуют революционные службы в банках, которые и этим вопросом теперь тоже занимаются. С одной стороны, для строительных организаций это плохо, потому что надо очень сильно поработать, доказать свою честность, профпригодность, иметь хорошую историю для того, чтобы кредитная организация без вопросов выдала такого рода аванс. Фактически это аванс. И в этом смысле для нашей строительной организации это хорошо, потому что наша кредитная история, она сформирована давно во многих банках, и сегодня мы начали работу с банком, в котором нам 100% поверили. Это тоже государственный банк, это банк открытия. Понятно. То есть таким образом на рынке, ну вот по этим естественным причинам, остаются добропорядочные, с хорошей кредитной финансовой историей компании, при этом обладающие широким спектром финансовых возможностей, которые позволяют им в любой ситуации оставаться на каком-то уровне, позволяющем вести свою деятельность. Да, абсолютно верно. И в этом и есть защита конечного потребителя от появления недобросовестных застройщиков, не в том смысле, что они изначально хотели там что-то своровать или что-то такое сделать, но ведь и в процессе строительства ситуации возникают разные. Кто-то умеет вести домашнее хозяйство, а стройка это то же самое домашнее хозяйство. Кто-то не умеет, кто-то умеет хорошо, а кто-то умеет плохо. Кто-то делает такой продукт, который продается без вопросов и формирует не останавливающийся поток денежных средств. У кого-то это не получается. И вот это уже и есть работа конкретного застройщика. Смотрите, в связи с этого очевидно, что в следующем году мы увидим явное сокращение игроков на рынке. Оно уже и сегодня происходит. По какой схеме это будет происходить? Укрупнение компаний или просто сокращение? Сколько вообще застройщиков необходимо Красноярску как миллионному городу? Ну вот по вашей оценке. Трудно посчитать, сколько застройщиков необходимо. Мы делали для себя оценку. Некое такое показатель есть емкость рынка. Для того, чтобы не было перенасыщения, чтобы наши новостройки не стояли пустыми, как было некоторое время назад, когда солнечный стоял с черными глазницами окон, это переизбыток. Это переизбыток. То есть емкость нашего рынка где-то 500-600 тысяч квадратных метров в год. В последние годы Красноярск сдавал миллион и больше. Сейчас с появлением неких сложностей для застройщиков этот показатель аккуратно стал снижаться. Дойдет ли он до отметки 500 или 600? Трудно сказать. По большому счету, стопроцентно погруженные в новую систему законодательства еще не произошло. Потребуется некий переходный период, примерно полтора-два года, пока все застройщики перейдут на всех объектах, перейдут на работу по искровочным счетам. Потому что даже у нас, вот с апреля мы работаем на некоторых объектах по искровочным счетам, а некоторые объекты еще достраиваются в рамках старого законодательства. И таким образом только к тому моменту, когда у всех застройщиков закончатся в Красноярске разрешения на строительство и периоды строительства объектов, которые строились в рамках старого законодательства, вот только с этого момента и начнется вот эта самая настоящая искровая жизнь. То есть нас еще ожидает год-полтора притирок, доводок и реализации, потому что строительная отрасль, она инертная по понятным причинам. То есть она еще, в общем, как-то... Смотрите, возвращаясь к долевому, вот к этой истории, ведь люди, в общем, пользуются этим не то, что... Ну, не от хорошей жизни. Все-таки долевое помогало при минимальном каком-то финансовом положении вот входить в эту историю и, в общем, уже надеяться на строительство квартир. Вот то, что происходит сейчас, каким образом в конечном итоге скажется на стоимости квадратных метров? Стоит ли жилье вот в этом смысле, ну, таким же доступным, но менее надежным, как вот было? Или все-таки надо готовиться к тому, что в этом смысле квадратные метры будут дорожать? Вот это самый интересный, самый каверзный вопрос. Это такая качеля, да? Это да, но людей интересует-то это прежде всего. Я расскажу, в чем состоит вот качельность вот эта. Раньше застройщик, не имея проектного финансирования, то есть, собственно говоря, подушки безопасности за спиной, что делал? Он начинал на первоначальном этапе строительства, ну, немножко демпинговать для того, чтобы привлечь инвестиционные деньги первых покупателей. И уже там спокойно развернув плечи, начинать дальше строительство. Сегодня у настройщика нет в этом необходимости. Я сейчас говорю о тех проектах, которые строятся уже в рамках искровщиков. С первого момента гарантированно идет денежный поток со стороны банка. Поэтому демпинговать на начальном этапе совершенно нет никакой необходимости. Более того, это не даст сделать банк, потому что у него тоже есть отстроенный бизнес-план, бизнес-процесс, который просчитывает на 48 рядов, прежде чем они выделили нам кредитные средства. И дальше начинается самое интересное. Так будет рост цен в период строительства или не будет? И вот на этот вопрос ответит качество того продукта, который представил застройщик. Если это востребованный продукт, то с какой бы цены не начинался не начинался первоначальный этап, если это брендованный, наполненный хорошими потребительскими качествами для конечного покупателя продукт, то безусловно рост цен будет, который будет являться неким тормозом процесса продажи. Потому что у застройщика нет необходимости продать все на первоначальном этапе. Есть определенный темп продаж, суммарно институционный поток в месяц, который прописал застройщику банк. И если мы выпрыгиваем объемом продаж за вот этот объем, то начинается что? Рост цен. Поэтому тут с одной стороны это плохо, а с другой стороны для потребителя хорошо в том плане, что теперь, по большому счету, не надо вначале судорожно там как-то суетиться, где взять эти деньги, можно и подождать. И если вы видите, что вдруг начался рост в этом объекте цен, то точно это тот самый объект, который востребован рынком, и его следует покупать. Вот на примере компании Арбан, какой формат жилья сейчас для вас видится наиболее перспективным? Какие проекты вы будете развивать в каких-то ближайших перспективах? Мы в любом случае будем развивать существующие наши два проекта. Это Арбан Смарт. Но это не тиражирование без каких-либо инноваций, улучшений существующего нашего продукта. Уже мы занимаемся проектированием четвертого Арбан Смарта в Красноярске. И с каждым разом там появляется не рестайлинг существующего продукта, а именно инновация, улучшающая качественные показатели этого проекта, качественные потребительские. Ну, конечно, мы работаем и над себестоимостью продукта, это безусловно, мы же все-таки бизнес соединится. Вот это формат компактного первого жилья. Я бы его не назвала эконом-жильем, потому что все наши стандарты, которые мы имеем в проектах, это метровые кирпичные стены, подземный паркинг, консьерж, дизайнерские входные группы, они присутствуют и в этой линейке. Просто по площадям она чуть меньше. И мы для себя определили, что это жилье первое. Человек ищет для себя жилье, это первое у него жилье, потому что оно небольшое по площади, нет еще определенного, допустим, суммы определенной на покупку большой квартиры или большей по площади, чем это. Тогда вот качественно хорошо, но туда. У человека растет, у него появляется семья, появляются новые финансовые возможности. Мы предложили рынку микрорайон бренд «Скандис». И этот проект, этот бренд тоже получает развитие. Уже к лету следующего года появится еще один проект «Скандис», еще более инновационный по отношению к существующим. Но тем не менее, что сейчас, как меняются со временем предпочтения потребителя? Как изменяется их понимание уровня комфорта? Как это должно выглядеть? Но, проще говоря, я помню, что еще лет 10 назад люди предпочитали брать там, ну, грубо говоря, какие-то голые стены, которые потом добивались деньгами, вкладывая в эти евроремонты, ну, вот в какие-то уже индивидуальные комфортные решения. На данный момент эта схема работает? Или люди готовы аккумулировать средства для того, чтобы сразу получать, ну, некую форму комфорта, которая для них приемлема? Ну, говоря вот о тех безликих девятиэтажках, я для себя их называю местом хранения людей. То есть вот они купили место для хранения себя, своей семьи и своих детей. Слава богу, что таких проектов становится все меньше и меньше. И, конечно, потребитель не готов сегодня покупать только место хранения. Он готов покупать вот то, как раз о чем я говорила, среду, в которой находится его будущее жилье. Ну, и плюс, конечно, тенденции внутри самой квартиры. Это функциональность планировок для того, чтобы человек, приходящий в новую квартиру, не начинал ничего там рушить, пользовался тем комфортом, который проработал за него застройщик вместе с функционалистами-дизайнерами. Слушай, большое спасибо вам за этот разговор с наступающим. И, конечно, реализации тех проектов, которые вы обсудили, и которые запланированы на следующий уже 2020 год. Ирина Одинилс, директор по продажам группы строительных компаний Арбен, была у нас в гостях. У меня все. Всем пока, всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»!